Да? Ну, во-первых, принять. Почему бы ему не пожить в сложном периоде? Принять это. Он же имеет право жить в сложном периоде или нет? Ну, ну... Ну, и что делать? Слава Богу, что он вообще живет, ваш ребенок. Ну, что это? Я говорю правду. Слава Богу, что он живет. Вот. С этого надо начинать. В нем тяжелый период. Принять. Он имеет право жить в тяжелом периоде. Сразу всем становится легче. Вы принимаете, всем становится легче. Сразу. Но, чтобы принять, вам надо молиться. Вы не сможете сейчас принять. Вам тяжело, у вас отрисет от этой энергии. Примите. Принять означает победу. Человек принял в сердце период, он уже победил сегодня. Да? Олег Геннадьевич, иногда складывается впечатление, что когда начинаешь со страданием относиться к кому-либо, такие ситуации все чаще и чаще случаются. То есть, к тебе люди обращаются с помощью, и тебе просто приходят и рассказывают, как плохо. И из-за того, что таких много, в ситуации начинать с ВАДО, не хочется смотреть. Ну, кстати. Хороший вопрос. Спасибо. Вот смотрите, если ты со страданием к кому-то относишься, то все больше люди тебе приходят за помощью. Для таких ситуаций много, тебе становится плохо от этого. Это означает, бравада, надо просто очень четко понимать, сколько ты можешь. Надо в основном заниматься внутренней практикой. Если ты можешь отдать, отдавай. Чувствуешь, что у тебя нет сил. Надо, значит, сказать, простите, я сегодня не могу вам помочь. Приходите завтра. А? Вы как бы не будете откаживать? Нет, почему? Просто вы говорите честно. Я сегодня не могу помочь. Вы не будете, вот не пролируйте собой. Просто поймите, что у вас есть ограниченное количество сил. Сегодня вы можете, завтра нет. А что делать? Есть люди, которые всегда могут помогать, но они, это уровень уже очень высокий в сознании. Они до смерти всех помогают. Пока в гроб не лег, всем помогают. Но это очень высокий уровень. Чем больше он помогает, тем больше им Бог дает. Например, Серафим Саровский. Но мы не такие же люди. У нас ограничено количество сил. У нас нет такой герой святости какой-нибудь. Да? Еще? Вот у меня у сына, как бы, вот все плохо. И очень давно, и с мужем тоже отношения все испорчены вообще. Но, как бы, я даже не понимаю, что он постанавливает, что уже совсем плохо. И живет он другой месяц. Что мне делать? Желать счастья начать с сыном и мужем. Потому что сейчас вы чем занимаетесь? Вы попечалитесь по сыну и не любите мужа. Вот сейчас, как, в вашей, как бы, ситуации. По сыну печалить, ну, смотри, как бы, ну, не то, что я не надеюсь. Ну, просто не любите. Просто не любите и все. Видите, вам надо принять это. Надо принять просто. Видите, тяжело принять. Просто не люблю и все. Приняли? Ну, ничего страшного, помолитесь, и все будет нормально. Надо сначала принять ситуацию. Нужна молитва для этого? Молитесь, молитесь. Вы думаете, блин, ну, как же он на легке начнет? Увидел, что я его не люблю, а? Правда, я не люблю. Если вам просто не прежде, вы примите, когда ситуацию, вы увидите, вот она такая, я не люблю мужа, печалюсь о сыне. Я же видел, что вы печалитесь о сыне. Почему я не могу увидеть, что вы не любите мужа? Логически подумайте. Итак, вы приняли ситуацию. Все. С этим началась ваша победа. Чтобы ее принять, надо помучиться, понимаете? Помучиться. Это очень непросто. Надо молиться. Молиться святому человеку, потому что у вас нет силы принять. Вы же мучаетесь, это ваша судьба. Но есть силы другие, которые вы можете принять. Вы пламитесь святому человеку, у вас появляется сила принять ситуацию. Она приходит в сердце. И что у вас происходит в сердце? Сначала вам спокойно становится раз, а потом вы начинаете чувствовать, что происходит. Вы видите, я печалюсь о сыне и не люблю мужа. Вот что происходит. Вы увидели факт. Дальше что вы начинаете? Вы начинаете молиться дальше. И вы перестаете печалиться о сыне. Вы думаете, а все будет хорошо у моего сына. И перестаете не любить мужа. Вы начинаете видеть, он хороший человек у меня на самом деле. Он такой чуткий, добрый. Просто я такая злая, я постоянно его мучаю, давлю на него. И поэтому он таким стал. Он уехал от меня, обиделся просто. И все, разозлился, обиделся, уехал. Увидите правду. Вот он говорит, ну ничего страшного, надо дальше молиться. И вы победите всю свою судьбу. Даже вот этот вот ваш агрессивный способ решать вопросы в отношении с близкими, он пройдет. Ничего не останется плохого в вашей жизни. Все будет уничтожено. Можно своими словами, можно чужими. Как хотите. Я не хочу сказать, что я хочу назвать, что у меня есть молитва, которая не объясняет мне, а что... Вам надо еще, кроме стихов, общей лекции читать. 100%. Но не сегодня. Это ваш вопрос. Можно. У меня подруга, она уже представляет себе человеку. Получается так, что когда она поможет другим людям, у нее практически все проблемы начинаются. Очень хороший вопрос. Потому что помощь означает принятие. А те же проблемы, что и это, кому помогало, почему к ней как-то прилипает. Смотрите, если мы помогаем другому человеку, значит, что мы делаем? Мы освобождаем его от проблем. Куда они идут? Мне идут. Это означает бестолковость. Потому что человек должен очень четко понимать, что он не может сам помочь. Мы должны четко понимать, что помощь идет свыше. Человек должен молиться святому человеку. Говорит, пожалуйста, помоги вот этому человеку. Я беспомощный человек, но ты всемогущий. Пожалуйста, помоги вот этому человеку, потому что ты связан с Богом. Ты полностью предан Ему. От тебя исходит такое же связание, как от Бога. Помоги, пожалуйста. Идешь дальше и делаешь массаж обычно этому человеку. Не то, что ждешь, когда он поможет. А ты помогаешь сам. Делаешь массаж, даешь лекарства, применяешь свой интеллект для того, чтобы ему помочь. Но думаешь, когда ты ему помогаешь, думаешь, о, это действует сила этого святого. Вот этот эффект, который вы сказали, не будет проявляться. Это мой личный опыт. Я точно утвержден, что так работаю. А если вот молишься, а потом в этот период, то нехорошо. Потом опять какая-то новая ценность, опять нужно. Ну, так вот это и называется жизнь. Пока-то вроде все еще не осталось. У нас опять что-то пошло. Да? Не мы, как орудие Бога, а святое орудие Бога. А я просто пыль по отношению к нему. Пыль. Вы по-другому трактуете. Мы, как вы, я орудие Бога. Вот святой человек, вы нас ждете, я становлюсь орудием Бога. Я не так система работает. Я просто пыль. Понимаете? Просто пыль. И так, как Бог избавит меня, слава Богу, спасибо тебе большое. Все. Бог действует через меня. Ну, конечно. Бог действует через меня. Ну, конечно. Какая же я тогда пыль. Здравствуйте. Олег Федорович. Мы все, конечно, мы все, как Олег Геннадьевич, не со мной. Все частички Бога, да. Чистички Бога, мы все частички Бога. Я тоже серьезно. Все мы частички Бога все. Вот. Да. Да. А мы же, ну, напрямую, без проблем. Эй! Ты что там? Не видишь, что ли? Напрямую, запросто, вообще, без проблем. Наше отношение с Богом заключается в том, что мы от Его отвернулись. Мы не хотим Его увидеть, потому что Он представлен в нашей жизни. Прежде всего, в виде совести. Но мы все бессовестны, потому что постоянно оправдываем себя и себя превозносим. Даже когда мы обращаемся к Святому, мы все равно хотим, чтобы энергия проходила через нас. И даже если мы изучаем духовное знание, мы считаем себя все равно частичками Бога, блин. Означает почти как Бог. Мы причастны, причастны. Мы частички Бога, поэтому все нормально у нас, нормально. Это означает эгоизм. Раба Божий, он говорит, раба Божий, понимаете? Раба. Все, раба. Вот ты, раба, все. Вот ты, раба, и все. Ну, последний вопрос. Наказание и сострадание. Это одно и то же. Я как-то молился своему духовному учителю, и тирал на него. У меня был один вопрос. Пожалуйста, прояви передо мной тот внешний вид, свое лицо, которое выявлялось максимально сострадательным для меня. Я вот искренне молился несколько месяцев. Я хотел увидеть, вот максимально, и я увидел, представляете, у меня такое видение возникло, аж меня перебернуло. Я увидел, как мой духовный учитель смотрит на меня очень строго. Он никогда в жизни строго не смотрел, даже не слышал никогда в жизни от него строгого слова. Но я, когда увидел его строгий взгляд, я просто сначала опешил, а потом понял. Это самая большая милость, когда человек, который может любить, относится к тебе еще строго. Понимаете, тот, который может любить, еще и строго к тебе относится тогда. Строгость означает правду. И это означает, что ты все поймешь. Тебе честно все скажут, но только тот, кто может любить. Потому что нам все говорят правду. Все. Когда муж орет, он всегда правду говорит. Знаете, это чистая правда, все, что мы говорим. Немножко преувеличенная. Но правда. Вот. И мы не принимаем эту правду. Потому что правду можно принять только с любовью. Поэтому наказание и сострадание – это одно и то же. Когда человек сострадает, он может наказать. А тот, который не сострадает, он не может наказать. У них никаких шансов. Он может только мучить и все. Да, да. Не всегда в животное превращается, иногда в жену. Это называется «последний шанс». Называется «последний шанс». Понимаешь? А из животного человека вот? Запросто. Если ты животного съедаешь или убиваешь, в следующей жизни животное превращается в человека. Потому что человек насилие над ней совершил. И она получает его природу. А человек, который съел мясо, будет приближаться к животному. А как вести себя с особо значимыми людьми? А? А как вести себя с собой получает его животное? А почему все человечество? Люди движутся вниз, большинство. Потому что они живут неправильно. Большинство, но не все. Некоторые едят мясо, но при этом молятся постоянно. Они будут животными в следующей жизни. Они очистятся. Понимаете? Потому что молитва, она освобождает от всего. От всех проблем человека. Молитва выше всего стоит. Но жестокость никогда не будет оправданной в нашей жизни. Потому что мы можем менее развитые живые формы есть. В них есть все незаменимые аминокислоты, простения. Но мы не хотим, мы хотим наслаждаться мясом. Означает, будем страдать. Мясо это обман называется. Как можно очистить мясо с помощью? Это же обман. Ты убил сначала человека, а потом говоришь. Сейчас я помолюсь, и очистюсь от этого. Бог не принимает. Например, я убиваю вас и говорю. Сейчас я помолюсь, и все пройдет, очистюсь от этого. А вы сейчас поняли. Я про вас сказал, поняли. В этим животное, что думаете? Животное, ведообъясняет, кто такие животные. Животное, это как дети малые. Во всех, во всех, я в священных писаниях это встречал. Они как дети малые. Означает, что это защищать надо, не убивать. В ведах, во всех, во всех языках мира, есть это знание, что девое животное, это дети малые. Мя-со. Мя означает я. Со означает похожий. Такой, как я. Мя-со. Такой, как я. Мам-са. Санскрипт. Мам означает я. Са означает такой же. Мид. Мид означает я. Ид означает оно. Я, это оно. Понимаете? И так далее. Когда был в Литве, я сказал об этом. Он говорит, на нашем языке то же самое. Понимаете? Многие языки об этом говорят. Мы не хотим принять, потому что мы привыкли так жить. Вот в этом и заключается. Сострадание означает не быть причастным к убийству. Животное, у них разум не работает, но ум уже развит очень сильно. Я довесняю, что есть разные формы жизни. Допустим, деревья тоже форма жизни, но они живут как во сне. Они ничего не соображают. Поэтому, допустим, ветки отстригли, они еще сильнее начали расти, потому что чуть-чуть пробудилось дерево от этого, и оно ничего, расти еще сильнее. Поэтому садовники всегда стригут ветки, чтобы лучше росло, и лучше урожай давало. Если поросенку, лапу отрезать, она не вырастает. У них другая форма жизни, не предназначена для того, чтобы стричь. Нет, неправильно. Правильно означает, что человек, когда молится, он очищает от этой пищи, очищается. Но это не означает, что он потворствует, понимаете? Это разные вещи. Человек должен освободиться, он лиха, он должен победить себе это желание. Это очень сложная тема. Я не хочу ее раскрывать дальше, потому что ее понять очень сложно. Она сложная, эта тема. Ее вот так сейчас раз за секунду не поймешь. Принять эти вещи очень тяжело, потому что серьезная тема. Я изучал этот вопрос. Допустим, человек взял, перестал яблоки есть. Никто не заметит. Никто не заметит. Человек перестал, допустим, даже молоко пить. Никто не заметит. Человек перестал грибы есть, допустим. Ну, так же. Ну, все равно никто не заметит. Но если человек перестал мясо есть, капот, все сразу на него. Почему? Потому что пища обладает силой. Пища меняет судьбу. Это он все замечает. Подумайте об этом. Ой, я уж даже не помню. Сейчас. Сейчас скажу вам. 22 года назад. Видите, живой до сих пор. Павлин, значит, человек. Дай Бог. Дай Бог, да? Дай Бог, да? Значит, ну, подумаешь, значит. Возвращаться жизни нет. А если ребенок, который 5-летний, с детства мясо не ест? Он не любит пробу. Ну и что? У меня вот дедочке 17 лет, она никогда не нюхала. Еще нормально растет, и все, без проблем. Это же просто, понимаете, это вот это вот и есть. То, что мы как бы с лепошкой пили, вы понимаете? Вот это и есть. То, незаменимые белки анаминокислоты. В 73-м году русский ученый, академик, посмотрел продукты, начал вот эту, пытался эту концепцию изучить еще раз. Взял продукты, посмотрел, во продуктах куча этих анаминокислот, во всех продуктах овощных, растительных есть. Я уж не говорю про молоко, которое мясом не является. Понимаете, там все везде есть эти незаменимые. Потом дальше начали исследовать. Казалось, некоторые племена в Африке питаются только кокосами одними. Ты под два метра носом, таким бугарей, вообще нет проблем. Откуда силу здоровья, если мясо не едят, непонятно. Я хочу, мол, я не подчините. Просто, может быть, и на одном из прошлой жизни, что он уже на элитическом уровне? Да, какой на элитическом уровне? О чем вы говорите, Господи? А если на серии лечут, что у него же там нечего? А это уже означает тяжелая судьба. Веда описывают, что когда человеку нечего есть, да, нечего есть, когда человеку, у человека тяжелая судьба. Есть, бывают народы, рождаются в тяжелых условиях жизни, в тяжелой карме. Чукчи, или, допустим, есть люди, которые живут высоко в горах, там кроме яков у него никого нет, они кушают эти яки. Вот, есть люди, которые живут в пустыне, там тоже кроме верблюдов никого нет, приходится есть верблюды. Понимаете, значит, это тяжелая карма. Веды говорят, если у человека в войну, в блокадном Ленинграде, допустим, находится, мышки одни остались, больше есть нечего, придется есть мыши. Но это не значит, что это хорошо. Просто он выживает и все, понимаете? Выживает. Теперь у меня к вам вопрос. Вы что, выживаете? У вас есть нечего, что ли? Нет. Ответ нет. Кушать есть что? Можно кушать без мяса, значит. Означает более чистая жизнь. Это все. Означает также сострадание. Потому что, смотрите, мы очень любим собачек, чьи-то кошечек, и потом кушаем колбасу. Колбаса также означает домашнее животное, те же самые коровки, те же самые олечки, которых мы тоже любим, и что-то режем. Собачку, если кто-то режет мою, я его прибью просто. А олечка, что ли, собачка такая же. Я знаю одного человека, который дома завел поросенка. А что-то ужас. Он понял, что это класснее, чем собачка, более интеллектуальное существо. Человек доказал, что поросенок интеллектуальнее в 10 раз, чем собачек. Он лучше все понимает быстрее. Им даже говорить не надо. Просто посмотрел, он уже знает, что не надо за стол идти, надо под кровать. То есть просто взглядом управляет его поведением. Понимаете, даже пас не надо говорить. То есть он настолько чуткое существо поросенок. То же самое коровы. Но мы привыкли их жрать, поэтому мы не относимся к ним, как к домашнему. Это проблема наша, а не их. Наша. Это наша проблема. У меня моя сестра сидела как-то у моего брата с его дочкой. Они одного примерно рождения, возраст. И моя сестренка, она увидела курицу, в мультик смотря, она курицу увидела и говорит, ой, мне эта курица нравится. Я люблю ножку куриную есть. Семь лет. А дочка вот моего брата, то есть брата моего отца, он моей матери, дядя моего. Она заплакала. Она заплакала. И говорит, я тоже курочку люблю. И начала плакать. Понимаете, любить-то можно по-разному курочку. Вот в чем проблема заключается. Все, у нас вопросы закончены. Я сейчас вам расскажу, как повторять, я желаю всем счастья. Я вам одну вещь скажу. Вы, пожалуйста, поймите простую вещь. Знание – это основа счастья, знание. Поэтому ничего не надо менять в своей жизни сейчас без знания. Не надо ничего менять. Вот как вы жили, так и живете. Просто изучайте, как жить правильно. Придет время, и время, и все будет меняться само. Вот вы, допустим, кушаете мясо. Но и кушаете мясо – нет проблем. Человек кушает то, что он может кушать. Есть много причин, почему человек кушает мясо. Кушайте мясо, если не кушайте мясо. Если ругать сможем, ругать сможем дальше. Потому что вы не сможете не ругаться с ним. Вы не сможете сейчас взять и не ругаться. Не надо думать, что я сейчас все поменял от своей жизни в одну секунду. Не надо так думать. Надо понять одну вещь после этой лекции – что знание меняет человека. Знание означает не то, что мы думаем. Знание означает информацию получить. Знание означает, что что-то должно войти в сердце, и человек должен понять. Когда человек это понял, у него нет проблем. Я, например, не помню, когда я бросил есть мясо. Просто я помню об инфаркте, что я начал лечить людей после института. Я их лечил не традиционными методами. Я изучал, как действуют продукты различные на человека. Я увидел, что если человек ест мясо, его вылечить тяжелее. Я много раз это смотрел, смотрел, не работает система. Человек начинает есть мясо, вылечить тяжелее. Я просто из-за этого взял и бросил есть мясо, и все. У меня просто понимание такое пришло. Раз это мешает быть здоровым, зачем это есть, и все. Потом недавно я увидел в Америке исследование провели. Оказывается, мясо является главным фактором канцерогенов, браковых заболеваний. Главным. То есть самый первый фактор развития опухоли – это мясо. Самый первый фактор получения ненужных антибиотиков в организме – это мясо, потому что их кормят антибиотиками. Вот самый первый фактор получения продуктов распада в организме – это мясо, потому что как только оно предназначено для распада, как только мясо убивает, сразу начинает тухнуть. И поэтому то используется куча веществ для того, чтобы убить запах. Это целая промышленность работает на то, чтобы брать этот запах мясной, для того, чтобы перекрасить цвет и так далее. Понимаете? Вот и все. Даже с точки зрения современной науки, просто поизучать, как оно готовится, и уже становится понятно, что ты ешь. Если вам нравится вкус, пожалуйста, нет проблем. У меня сейчас вот под боком, в том месте, где я живу, один человек производит колбасу, докторскую колбасу, производит склепок. Он разделяет пшеницу, пшеница, белок и крахмал. Когда белок один остается, он по вкусу становится как мясо. Вкус такой же. Добавляет туда некоторые вещества, и он становится таким же красненьким. Отрезаешь, кушаешь, нет разницы просто, нет разницы. Когда дяде своему дал по кротам, по его, говорит, гады, так на самом деле в колбасе там мяса и нет, вкусу тот же самый, дуря, дуря. Другому воспринял эту информацию. Так или иначе, идея в чем заключается, что вкус бывает. Не только от мяса такой, это факт. Ну ладно, давайте про мясо закончим. Больная тема. Сейчас будем учиться, желать всем счастья. Я не призываю вас на всему, я просто пытаюсь вам помочь. Если я в чем-то не прав, простите меня, пожалуйста. Я не навязываюсь ваших взглядов, не хочу поменять. Я просто как могу пытаюсь вам помочь, как могу. Иногда я могу ошибаться в чем-то. Примите, пожалуйста, меня с моими ошибками. Хорошо? Итак, мы сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Что нужно сделать? Нужно вспомнить изображение святого человека, которого вы знаете. Мысленно кланяться ему в стопы, прям в стопы. Так, в своей голове. И повторять спокойно, не кричать, не пытаться как-то из себя что-то выдавить. А просто спокойно повторять мысленно кланяясь. Я желаю всем счастья. И думая при этом, что счастье на самом деле принадлежит этому человеку, а не мне. Ему кланяться и повторять, я желаю всем счастья. Он услышит. Потому что счастье принадлежит тому, кто ближе к Богу. Он услышит. Вы почувствуете это счастье, оно придет вот сюда. Счастье вот здесь живет у человека. Вы почувствуете, здесь лучше стало. Как только почувствовать, не надо дальше на этом концентрироваться, думать, блин, мне лучше стало, работает. Не надо об этом концентрироваться. Надо всегда уже иметь перед собой человека, которому надо это отдать, который нуждается в этой энергии счастья. Об этом человеке также надо помнить. Когда почувствовали, лучше стало, сразу надо сказать себе, это не для меня, а для него. Все, этого достаточно. Энергия эта пойдет туда. Здесь меньше не станет при этом. В этом фокус-фокус заключается. Если начнешь думать о том, что тебе хорошо, пропадет вот эта картинка вся, все пропадет. Потому что для этого предназначено, чтобы этим наслаждаться, понимаете? Энергия счастья предназначена для того, чтобы ее отдавать. Нет другого предназначения в ней. Поэтому, когда человеку все время счастье отдает, он все время счастье отдает. Система очень простая. Повторять надо спокойно, звук должен идти отсюда, стараться. Есть три вида звука. Один изъедет из головы «Я желаю всем счастья». То есть это такое, знаете, думает в это время о чем-то еще. Не надо ничего, не о чем думать. Или второй вариант. Человек вымучивает что-то из себя. «Я желаю всем счастья». Тоже не работает система. И третий способ – это спокойное повторение отсюда. Спокойное. Во-вторых, надо всем вместе, никто никуда не бежит. Я желаю всем счастья. Не желаю всем счастья. Я 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 просто беру и записываю, читаю. У Сольцева Наталья Николаевна. Кто? Подними к руку. Все. Первая политическая консультация. Вы опять у нас первая, да? Так. Жакина Эйр. Это кто Жакина Эйр? Есть? В зале есть? Есть. Все. На консультацию. Вторая. Лариса? Есть. Здесь скорая Лариса есть? Есть. Все. Третья. Поздравляем. Подойдете с мамой. Ложкина Наталья.